Гнилой и фашистской нечисти, загоним пулю вон Потому что однозначно анализ проводился на тем, что произошло и во время развала Советского Союза У нас работает уже несколько лет институт проблем социализма и марксизма-нулинизма Это действующие корреспонденты Академии Украины, пока фашисты их не знали Но если коротко, то это можно сравнить с тем, что Советская Система была настолько выстроена и сложена, у нас не было военных конфликтов, не было военных конфликтов, социальных протестов У нас невозможно было по телевизор увидеть, там, маньяков сирийных или в школе расстреливали детей и, соответственно, к партии, как руководящей силе, люди относились к довериям и, в общем, у нас было все вопросы. Они считали ее, наверное, решением всех проблем, и доверяли ей Действительно, если, например, обращались в районный комитет Компартии с жалобой, то очень многие чиновники могли лишиться работы, это было. В 80-х годах начались тоже проблемы, это и холодная война, давление запада. Огромной проблемой стало перерождение части партийной элиты. Когда больше давали хозяйственные работы, но меньше уже базировались на марксистских принципах.